Приветствую вас, и, вы знаете, я прочитал ваш вопрос, и сказать мне бы хотел вам следующее. Во-первых, вы судите по себе то, что происходит. В конкретной ситуации. То есть я имею ввиду, что вот вы опираетесь на свои представления о том, что если человек любит, то он держится за отношения. Но, правда, заключается в том, что эта позиция, она довольно-таки узкая. Дело в том, что мы сейчас не берем в расчет то, что у вашей жены есть определенные проблемы. Значит, смотрите, разные люди, они по-разному проявляют свою активность в отношениях. И кто-то, как вы, держится за эти отношения. А кто-то же, наоборот, считает, что если человек, например, отпускает, значит, он не любит. Если человек отпускает, значит, его чувства недостаточно хороши, недостаточно сильны. И это означает, что за такого человека держаться, в общем-то, не надо. И правда заключается здесь в том, что подобная позиция, она имеет право на существование. И мне бы хотелось, чтобы вы вот этот вот момент для себя все-таки постарались очень хорошо понять. Потому что ваша жена, она мыслит не так, как вы, она мыслит немножечко по-другому. И это не очень хорошо, это плохо. Когда вы, по сути дела, судите о ней, о том, что она чувствует, о том, что она хочет, чего она хочет и так далее. Вы судите по себе. Это вот неправильно. Кроме того, у женщины может быть такое, ну, такое отношение к своей роли, например. Твоей роли, ну, скажем, в отношениях, в принципе, что она считает, что мужчина, это мужчина должен завоевывать ее, а не она. И вот правда здесь заключается в том, что если вы с этим согласны, вот с этим утверждением, если вы согласны, или если вы допускаете для себя подобное, то тогда можно что-то с этим делать. Я думаю, что если вы любите свою цину, то почему вдруг вы озаботились таким вот, ну, на мой взгляд, довольно специфичным аспектом, как, например, вот, собственно, ответная реакция. То есть, если вы любите свою жену, то вы ее удерживаете в конфликтах, в ссорах там и так далее, потому что вы ее любите, потому что вы хотите быть с ней. Потому что она вам дорога, допустим. А если же вы чувствуете, что обратной связи вам недостаточно, той, которую вам дает жена, то тогда, может быть, имеет смысл как раз подумать о том, каковы ваши чувства с ней. И что вы к ней чувствуете. И вполне может быть, что то, что вы чувствуете к ней, вполне может быть, что это уже не совсем любовь. Что вы, может быть, устали. Вы, может быть, устали именно от того, что она лечится уже восемь лет. И вы просто морально, например, устали. И в этом аспекте тогда нужно правильно отдавать себе отшивок в то, что происходит. Это было бы, ну, справедливо, справедливо именно по отношению к вам и по отношению к жене, к вашей. Вот. А так, можно говорить о том, что справедливо, вот как раз, именно то, что сказала моя коллега. Коллега сказала о том, что у вашей семье депрессивное состояние, депрессия и что, соответственно, некоторые аспекты ее личности не являются стандартными. Вот. То есть первое, это расширение вашей постановательной сложности, то есть это допущение, что жена может по-другому как-то вообще рассматривать, рассматривать отношения и то, как вот вы свою роль выполняете и как она свою роль выполняет. А второе, это анализ ваших чувств к ней, то есть более такая качественная рефлексия, потому что, ну, вот, мне, например, показалось, как я уже сказал, что, мне показалось, что вы любите ее сами уже достаточно натужно с надрывом, а это все же не есть хорошо. И последнее, да, это разбор, как раз таки, это разбор того, что представляет из себя состояние вашей жены, как оно конкретно влияет на ее восприятие окружающего мира и на вас в целом. Это тоже очень важно. Но если ваша супруга действительно больна, то именно болезнь супруги и определяет по сути ее состояния. И нельзя, к сожалению, говорить о том, чтобы позиционировать ее как, ну вот, с одноправного члена отношений. То есть она нуждается в особом понимании, в особом понимании себя. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. И если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам.